Здравствуйте, это Брифинг, в прямом эфире из Вашингтона. Коротко о том, что обсуждают сегодня в США. С вами Мара Адамова. Дональд Трамп подбирает нового судью Верховного Суда. Кто может стать новым членом высшего органа судебной власти? Президент США Дональд Трамп проводит личные встречи с судьями, одного или одной из которых он номинирует на должность судей Верховного Суда. Они выдающиеся люди, они по-настоящему потрясающие люди, аналитические и иным образом. Президент пообщался с четырьмя кандидатами, всем им от 40 до 50 лет, все они работают в окружных или апелляционных судах. Во время избирательной кампании Трамп обещал, что назначат судей, которые вновь сделают аборты незаконными. Я назначу судьями тех, кто выступает в защиту жизни. На протяжении большей части истории США президенты назначали судьями тех, кого знали лично. Однако в последнее время подбором кандидатов занимаются сотрудники Белого дома, а президент лишь делает окончательный выбор. Главный критерий – послужной список судей, его политическая направленность. В подавляющей большинстве случаев президенты делали выбор в пользу однопартийцев. Закон не указывает, что судья Верховного суда до назначения должен иметь опыт судебной работы и даже что он должен иметь диплом юридического факультета. Однако в большинстве случаев на этот пост назначали именно профессиональных судей. Относительно недавно в расчет стали принимать пол, расу или этническое происхождение судей. В 1898 году президент Уильям Маккенли назначил судей католика Джозефа Маккена. Было очевидно, что Маккенли принял это решение, чтобы угодить многочисленным избирателям итальянского и ирландского происхождения, и что Маккена не имеет достаточной квалификации. Однако Маккена стал судей. И с тех пор католики заседали во всех составах Верховного суда. Президент Вудро Виллсо назначил первого судью еврея, Линден Джонсон – первого афроамериканца, Рональд Рейган – первую женщину, а Барак Обама – первую представительницу латиноамериканской общины. Сенат всегда имел большой власть в деле назначения судей. Сенаторы отвергли кандидата, предложенного первым президентом США Джорджем Вашингтоном. За все время существования Верховного суда президенты предлагали кандидатуры 162 судей. Из них 125 были утверждены Сенатом. Семь судей по разным причинам отказались занять этот пост. Еще немного о политике, но уже с другой стороны границы. Прототипы секции, обещанной президентом Трампом стены на границу между США и Мексикой, превратились в памятник. В приграничном мексиканском городе Тихуана новое развлечение. Туристов приглашают посмотреть на широко известное, но малозаметное сооружение. Хавьер Рейна смотрит на эту достопримечательность каждый день. Совсем недавно он жил в Калифорнии, но его депортировали. Мне они не нравятся. Их нужно снести. Меня депортировали. Моя семья там, а я здесь. Смотрю на это. С подачи президента Дональда Трампа США возвели в пустыне перед границей восемь прототипов пограничных стен. Эти объекты и стали привлекать туристов. Экскурсии к прототипам пограничной стены предлагает основанная Дереком Чином компания «Туриста Либре Мексико». Я живу в Тихуане 11 лет. Меня всегда восхищала близость границы и то, как граница влияет на местную жизнь. Это как линия, отделяющая две реальности. Мы рассказываем об истории этой границы и ее нынешнем состоянии. По словам Дерека, посмотреть на границу приезжали уже около 10 тысяч туристов. Люди реагируют по-разному. В основном это американцы, но есть и граждане других стран. У большинства, я думаю, первая эмоция – это стыд, отвращение, ярость, гнев. Иногда люди плачут. Я вижу, что это строительство стены просто огромная трата денег. Есть старая поговорка, что за хорошим забором хорошие соседи, но я думаю, что это уж как-то слишком. Президент Трамп добивается, чтобы Конгресс выделил средства на строительство стены на границе с Мексикой. Однако он получил лишь толику затребованных средств, которые по закону возможно использовать только на ремонт уже существующих заграждений. Судьба прототипов стены зависит от финансирования. А пока эти прототипы служат памятниками кризиса в американском и мексиканских отношениях. Беззвучная сигнализация вызывает полицию автоматически. В Викторове полиция приехала на такой вызов и арестовала хозяина. Джимми Уильямс во всех отношениях законопослушный гражданин. Тем не менее, его неоднократно арестовала полиция. У меня нет никаких судимостей, совсем нет. Я был арестован вместо этого парня в 2006 году и снова в 2009. Все потому, что они полные тезки. Та же дата рождения, тот же год. Его имя полностью совпадает с Джимми Антонио Уильямсом Джуниором, уголовником с длинным списком судимостей. У полиции уже давно есть судебный ордер на его арест. Меня вытащили из машины под дулом пистолета прямо перед моими детьми, так что это действительно причиняет мне неудобства. Его последнее столкновение с полицией Виктор Вилля произошло вчера. На видео с камер наблюдения видно, как помощники шерифа приехали к нему домой по сигналу беззвучной сигнализации. Все было хорошо, пока они не проверили его документы. Я начал объяснять, что есть другой джентльмен, и я не тот джентльмен, я уже проходил через это. И все равно, по словам Уильямса, помощники шерифа потребовали дополнительные доказательства и его номер социального страхования. Он сообщил мне, что если я не дам ему свой номер социального страхования, он меня арестует. На тот момент меня уже фактически задержали. Департамент шерифа округа Сан-Бернардино заявил, что понимает недовольство Уильямса, но его помощники действовали правильно. Наши помощники шерифа действуют с особой осторожностью и опаской, когда предполагают, что имеют дело с человеком, в отношении которого есть ордер на арест за тяжкое преступление. Уильямс говорит, что устал от всех этих проблем и беспокоится о том, как с ним будут обращаться. Он недавно перенес операцию на плече. И несмотря на то, что он рассказал об этом полицейским, они все равно одели на него наручники. Я не контролирую вашу систему, но не хочу, чтобы меня наказывали или задерживали, преследовали, похищали или нападали. Однако задержания прекратятся только, если полиция арестует настоящего Джимми Уильямса. Ученые из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, почему некоторые животные меняют дневной режим жизни на ночной. Ученые из Калифорнийского университета в Беркли пришли к выводу, что животные изменили дневной образ жизни на ночной из-за людей. В рамках исследования они проанализировали круглосуточное поведение 62 средних и крупных диких мекопитающих на шести континентах. Ученые обнаружили, что присутствие человека увеличило ночную активность животных по сравнению с дневной на 68%. Влияние человека на поведение животных не ограничивается разрушением их среды обитания. На повадки диких зверей влияет и простое присутствие человека, тех, кто ходит в походы или рыбачит на природе. Такая смена образа жизни может иметь серьезные негативные последствия. В ночное время дневных животных могут поджидать хищники, с которыми они сталкиваются днем и которых совсем не знают. Это снижает их шансы на воспроизводство и выживание. Что может быть круче из современной гонки на культиваторах? Культиватор – это небольшой плуг, который используют для окучивания картофеля, хлопчатника, свеклы и других сельскохозяйственных культур, которые нужно окучивать и разрыхлять. Ну и что здесь удивительного, скажете вы, о том, что в штате Арканзас состоялась гонка культиваторов. Добро пожаловать в Эмерсон, штат Арканзас, где соревнуются друг с другом сильнейшие культиваторы. Да, все мы в радостном волнении. Очень оригинальная идея, просто приятно посмотреть. Вот уже который год в Эмерсоне, штат Арканзас проводится фестиваль фасоли. Обязательная часть программы фестиваля – гонка на культиваторах. Принять участие в гонке может каждый. Для этого требуется всего лишь принести с собой культиватор. Кто первым преодолеет дистанцию в 60 метров, получит приз в 1000 долларов. Некоторым удалось финишировать за 15 секунд. Забавную гонку впервые провели в 1990 году. И с тех пор она стала такой популярной, что ее стали называть чемпионатом мира. Местные жители даже создали спортивную федерацию. Это было непросто, скажу я вам. Я так устал. На этом сегодня все. Спасибо всем, кто был с нами сегодня. До встречи на брифинге.